Сейчас мы находимся на конкурсе лучший фельдшер 2018 года. За звание лучшего специалиста борется 6 человек со всего Красноярска. Главное испытание началось с эксперимента. Показание помощи заключается в том, что в первую очередь это небылазимная терапия. Небылазимная терапия у нас слагается из бронхолитико-перебывала, кондинированного препарата, и с разведения макриохлорина. Инголируем мы в течение 20 минут. Какими качествами должен обладать фельдшер, помимо профессиональных? Выдержка, спокойствие, умение, опыт. Почему вы пошли в эту профессию? Так просто получилось, влюбилась на практике. Романтика, ночные выезды и приключения, и травмы были тяжелые в плане того, что дают по поводу вроде бы как аллергии, а приезжаешь, там мужчина проколол себе лебром легкое, и весь кислород пошел вверх, ну называется подкожный амфизем. Сейчас участник борется за спасение жизни, узнаем у судей, правильно ли он это делает. Вы знаете, в данном случае он позиционирование точное произвел, глубина компрессии правильная, чистота, но единственное, не было фиксации в замок руки, потому что при длительном массаже потеет рука и соскальзывает, начинает. Вот это надо было выполнить. То есть мы бы потеряли сейчас человека? Нет, мы бы не потеряли человека, но длительно проводить так реанимацию ему не удастся. Вообще, каким должен быть лучший фельдшер? Он должен быть отважным, знающим и умеющим, ну как и любой медицинский работник сострадающим, конечно же. Чувствую юмору должна быть? Естественно, без чувства юмора, в шкур вообще делать нечего. Ну что же, я решила попробовать свои силы и спасти человека. Правильно ли я это делаю, нам расскажет фельдшер Дмитрий. Руки прямые, пальцами, ребер не касаемся, глубина продавливаем приблизительно 5-6 сантиметров, частота 100 в минуту. Вы считаете? Я уже сбился. Вы должны считать, после 30-го делаем два грудных вдоха, отставить, ожидаем верхние дыхательные пути. Помадает. Ну и ладно. Делаем два вдоха. То есть обычный вдох свой. Раз, даем выдохнуть, второй вдох. Давайте вы. Я. Вы. Ну что, спасли? Думаю, да. Ну что же, очень высокое эмоциональное напряжение сейчас происходит на конкурсе. У меня заболела голова, прямо сейчас фельдшер Михаил поможет мне измерить давление. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Давайте вашу ручку. Сколько минут нужно фельдшеру для того, чтобы измерить давление? Минута, не больше. Какое вообще должно быть давление у женщины моего возраста? 120 на 80, 110 на 70 может быть. Ну как результат? Татьяна, как вы можете сниматься с таким давлением? 160. Что делать? Что делать? Можем дать вам таблеточку, как табличка. Как ситуация? Все под контролем? У нас все по контролям. Делаем колоссовидную повязку на левый плечевой сустав. Сколько секунд нужно это сделать? Нужно сделать примерно за одну минуту. Больной вы как? Все отлично. Как себя чувствуете? Прекрасно. Вот какие? Золотые руки. Я больницу своего коллегу Владимира Харука, который работает на штопе-станции. Он у нас очень умный, и мы надеемся, что он займет первое место. Популярность он у вас пользуется среди девушек? Конечно. Молодой, красивый человек. Какие-то курьезные ситуации у вас происходили? Курьезные в основном с пьяными, больными происходят. Заходим в подъезд, сидит мужчинка. Говорит, ну выпей на штопочку. Ну выпей на штопочку. Пришлось молча бежать от него. Убежали? Ну не убежали, сел в машину, уехал. Доложил, попередил. Ну как моя голова, в порядке? В порядке жить будете. Ну что же, у Михаила все получилось, желаем ему победы. Редактор субтитров А.Семкин